Четвероклассники из столичной гимназии в преддверии Дня Победы поставили музыкальный спектакль об истории Приднестровья. На представление побывала Алина Ганган. Государня Псковская и Великая Княгиня Смоленц. Все начиналось с нее, с Екатериной Великой. Императрица поручила Суворову осмотреть берега Днестра и новые границы Российской империи. По ее же поручению строили крепость. Это школьный спектакль о том, как рождалось наше небольшое государство. Школьники из столичной гимназии на сцене были и пионерами, и ленинцами в ярко-красных галстуках, и молодыми ребятами, которые ушли на войну в 41-м. Так, со всеми событиями в истории Приднестровья знакомила гимназистов их учительница. Конечно, это дань памяти тем людям, которые жили до нас на этой земле, любили, строили. Но в то же время больше, наверное, даже для наших детей, чтобы они почувствовали, прожили хоть немножечко это время. Ценили и помнили всех тех, кто был до них. Николай Михайлович родился через два года после окончания войны, в мае 47-го года. Об ужасах войны он узнал из коротких рассказов отца. Он был под Сталинградом. В Варшаве потерял руку и в конце 44-го года вернулся. Мы жили в маленькой деревне. У меня было три брата. Ну, тогда меня не было еще. Ну, было до меня и три брата, и сестра. Три брата умерли от голода. Сестра осталась. А потом появился я. Пенсионеры не сдерживают слез от увиденных в спектакле сцен. А любимым советским песням подпевают. Ты как писть, а ты ведь все в основном! Мир на земле, дружба русского, молдавского, украинского, еврейского народов. Еще одна сцена из спектакля гимназистов. Но снова мирное время нарушили выстрелы. 92-й год. Эти школьники войну, конечно, не застали. Но благодаря спектаклю прожили и этот страшный эпизод истории своей страны. Если в других странах сносят памятники, перекраивают историю, забывают имена героев, то у нас, в нашей стране, воздвигают памятники, изучают историю, проводят огромное количество мероприятий для того, чтобы помнили тех, кто отдал свои жизни, чтобы мы жили под мирным небом. Спектакль назвали «А река течет», подразумевается Днестр. Режиссер школьной музыкальной постановки говорит, спектакль не о войне, а о мире, который всегда наступает после страшного времени. Алина Ганган, Дмитрий Ритькович, ТСВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова